Пожар в жилом помещении в Переславле. Сообщение о возгорании в доме 46 по улице Урицкого поступило накануне вечером. К приезду пожарных огонь бушевал уже во всем здании. К месту ЧП были стянуты пять пожарных расчетов, однако спасти строение не удалось. Дом практически выгорел полностью. Пострадавших, к счастью, нет. Все успели выбраться из огня самостоятельно. Комментировать что-либо о причинах пожара хозяева жилища не захотели, а вот соседи рассказали, что пожары в этом доме возникали и раньше. Виновнику смертельного ДТП, экс-начальнику Ленинского РУВД Андрею Кузнецову предъявлено обвинение. Напомним, трагедия произошла в середине июля. Лексус Кузнецова на огромной скорости, уходя от полиции, протаранил вас на проспекте Толбухина. Погибли две молодые девушки. Позже выяснится, бывший сотрудник правоохранительных органов сел за руль пьяным. Свою вину Кузнецов признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Ярославле хорошо, но дома лучше. Нападающий ярославского локомотива Юрий Петров возвращается в родную Тольяттинскую ладу. Накануне форвард расторг контракт с ярославским клубом по обоюдному согласию сторон и подписал однолетнее соглашение с автозаводцами, в составе которых в свое время был капитаном. Напомню, что за локомотив Петров выступал с 2012 года. В минувшем сезоне за железнодорожников форвард провел 69 встреч, в которых забросил 5 шайб и сделал 9 результативных передач. К этой минуте пока все. Менее чем через час в эфир выйдет программа «День в событиях». Наталья Ситникова уже в студии. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Мы ждем новых сообщений о развитии событий вокруг отключения газа на ярославских ТЭЦ. Также расскажем об облете региона с воздуха. Проверка касалась лесных пожаров. А также сегодня вы увидите. Один из старейших рынков Ярославля, Североход, может закрыться. Почему, знает не на ползна. В Ярославле появился портал в Зазеркалье. Необычная выставка готовится к открытию в зале союза художников. На Максимова 15 заглянул Иван Уваров. Электронная запись против живой очереди. Люди в Переславле недовольны работой поликлиники. Подробности в сюжете Вагиза Загидулина. Сразу несколько семей остались без крыши над головой. В Угличе горел жилой дом. С места событий Юлия Пятнова. Телефон редакции 744-614. Мы ждем от вас звонков. Следите за новостями на Первом Ярославском. В студии для вас работала Юлия Царева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok